Все знают, что морфологическая диагностика лимфом Это, пожалуй, одна из самых сложных областей морфологической диагностики Это объективно очень сложно И когда я начинала заниматься этим вопросом Если честно, все лимфомы были для меня на одно лицо Они казались все одинаковыми из мелких круглых синих клеточек Но потом, когда ты начинаешь в это погружаться Они действительно приобретают свое лицо зачастую довольно уникальное Но прежде чем мы приступим к анализу микроскопической картины Существует целый ряд этапов, которые во многом определяют результат В том числе результат не только нозологической диагностики Но и дифференциальной диагностики Это лимфома или какой-то реактивный процесс И первый вопрос – это выбор места забора материала Лимфомы могут иметь надальную презентацию Могут иметь экстронадальную презентацию Могут поражать периферические лимфоузлы, глубокие лимфатические узлы И именно от выбора того лимфоузла, который биопсирован Который забран для гистологического анализа Может зависеть результат исследования Это может быть несколько абстрактно Но давайте перейдем к конкретным примерам Следующий слайд, пожалуйста Нередко при лимфоденопатии глубоких лимфоузлов забрюшинных или внутригрудных Которые труднодоступны для инвазивной диагностики Для биопсии выбирается доступный увеличенный лимфатический узел Чаще всего это бывают паховые лимфоузлы Которые могут увеличиваться, к сожалению, в силу различных Неспецифических процессов, реактивных процессов Более того, считается, что они увеличены у любого человека Который ведет половую жизнь И нередко именно паховые лимфоузлы становятся очень часто предметом биопсии При подозрении в отношении лимфопролиферативного заболевания Вот пример одного из таких случаев Это молодой человек, ему 34 года Он сам врач-хирург Где-то в регионе у нас работает У него персистирующая лимфоденопатия В течение нескольких лет Забрюшинная И при этом у него увеличились паховые лимфоузлы Ему биопсировали один из паховых лимфатических узлов И в них зачастую мы видим вот такие вот характерные реактивные изменения Гистологические Это фиброз Такой фиброз с гиалинозом Вплоть до отложения солей кальция в этих очагах Они вот более синеньким выглядят На этом микрофотографии Но тем не менее при гистологическом анализе Иногда морфологи не обладают информацией О локализации биопсированного лимфатического узла И такие изменения могут быть расценены не как реактивные, как специфические Что и произошло в данной ситуации Вот этот фиброгиалиноз реактивный был расценен как интерстициальный фиброз Что заставило патолога думать о возможности здесь лимфомы Ходжкина классической Следующий слайд, пожалуйста Существует ряд простых правил, которые позволяют избежать подобных конфузов Избежать ненужных, может быть, заблуждений При персистирующей лимфоденопатии всегда необходимо пытаться биопсировать Самый крупный лимфатический узел К сожалению, как правило, наибольшие морфологические изменения Возникают в самых глубоко расположенных лимфатических узлах И необходимо брать, конечно, наиболее атипичный или атипично выглядящий лимфатический узел Это позволит в большей степени надеяться на то, что мы будем иметь дело с специфическими изменениями Безусловно, необходимо принимать в расчет все объективные факторы Сложности, инвазивные манипуляции, возраст пациента, локализацию лимфатических узлов Но, тем не менее, при прочих равных условиях, если вы уже пошли Если вы уже готовы к инвазивной процедуре То она должна быть, пожалуй, максимально результативной Для этого необходимо, в общем, планировать подобным образом Следующий слайд, пожалуйста Следующий вопрос, который встает, это выбор варианта забора гистологического материала Каким механизмом его получить Следующий слайд, пожалуйста И здесь есть целый ряд возможностей сейчас Это различные пункционные опции Это инцизионная биопсия и эксцизионная биопсия Они всем известны И, безусловно, в каждом конкретном случае Вариант, который реализуется у пациента Должен выбираться при наличии оценки всех факторов Следующий слайд, пожалуйста Но при этом по современным и международным, и отечественным рекомендациям Золотым стандартам диагностики лимфопролиферативных заболеваний Либо в ситуациях, которые клинически подозрительны В отношении лимфопролиферативных заболеваний Является эксцизионная биопсия лимфатического узла То есть удаление лимфатического узла целиком в капсуле Потому что этот объем вмешательства позволяет С точки зрения морфолога оценить все структуры При том, что они сохранены в данном объеме материала Мы можем оценить так называемую гистоархитектонику опухоли То есть взаимоотношение различных структур, которые опухоль формирует Если она их формирует По отношению друг к другу По отношению к нормальным структурам лимфоузла К капсуле, к медулярному веществу, к синусам Отношение к коре Это очень важно, особенно в диагностике индолентных лимфон Кроме того, чем больше материала Тем больше у нас возможности использовать дополнительные методы В том числе иммуногистохимию Которая на сегодняшний день является неотъемлемой частью диагностики лимфом В подавляющем большинстве случаев Но это вариант биопсии сложный И довольно травматичный Особенно если речь идет о глубоко расположенных лимфатических узлах Следующий слайд, пожалуйста Нередко возникает соблазн использовать минимально инвазивный метод получения материала В том числе тонкоигольную функционную биопсию На сегодняшний день в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения Тонкоигольная экспирационная биопсия является неадекватным методом получения материала Для диагностики лимфом Не нужно этого делать Единственное, пожалуй, единственное показание, которым очень узкое, когда можно ее использовать Когда у вас есть диагноз между метастатическим поражением Либо лимфопролиферативным заболеванием На начальном этапе диагностики Если нет возможности использовать какие-то другие более инвазивные методы получения материала Следующий слайд, пожалуйста Трепионная биопсия, в общем, метод хороший Который позволяет нам получить материал в довольно глубоко расположенных образованиях Но, тем не менее, он, в общем, сопряжен с большим количеством недостатков с точки зрения морфолога Это и частая деформация материала, его ограниченное количество Это невозможность оценить архитектоники Параметры архитектоники Взаимоотношения с различными частями лимфатического узла И не зря Всемирная организация здравоохранения В общем, напоминает в очередной раз морфологам Что необходимо с большим вниманием и осторожностью относиться к такому материалу Потому что он объективно неадекватен для постановки диагноза в ряде случаев И может приводить к заблуждениям Следующий слайд, пожалуйста Инцизионная биопсия – такой компромиссный метод В ряде случаев, когда речь идет о наличии уже конгломерата лимфатических узлов Выделить, когда отдельно целиком лимфоузел сложно ли, не представляется возможным И здесь это оператор-зависимая ситуация целиком и полностью То есть здесь как хирург пойдет, как хирург возьмет Так мы и получим такой материал Потому что, к сожалению, зачастую макроскопические изменения В том числе некротические или перетуморальные В том числе фиброзные могут имитировать опухоль И это вводит хирурга в заблуждение У него возникает впечатление, что он взял много Что он взял опухоль А материал оказывается недостаточно информативным Следующий слайд, пожалуйста И вот один из таких примеров Вы видите, что довольно крупные фрагменты на стекле И, казалось бы, материал объемный Но, тем не менее, информативным представляется лишь фрагмент Который обведен черным кружочком Поэтому в данном контексте, конечно, остальное все некротические массы Либо детрит, либо опухоль, которая находится в состоянии некробиоза И которая не позволяет оценить ее морфологические характеристики И таким материалам очень тяжело работать в плане иммуногистохимии Потому что здесь требуется очень большое внимание к оценке маркеров И зачастую, возможно, как ложно-позитивные, так и ложно-негативные реакции Следующий слайд, пожалуйста И есть факторы, которые в силу, опять же, широкого использования Дополнительных методов исследования И в силу того, что для диагностики лимфом Нам требуется детальная оценка Цитологически, в том числе ядерных характеристик опухоли Эта фиксация является критическим моментом В плане обработки этого материала И, к сожалению, очень часто в нашей стране Этот этап недооценивается Не только в силу задержки погружения материала в фиксирующую жидкость Что тоже нередко встречается, к сожалению Особенно чем больше вмешательства, тем, как правило, дольше Интервал между удалением из организма и погружением в фиксатор Самая частая проблема у нас – это несоответствие объема ткани и объема фиксирующей жидкости Очень часто мы наблюдаем это И следующий слайд, если все-таки нам покажут, мы это увидим Оптимально является соотношение 1 к 20 То есть объем формалина в 20 раз должен превышать объем удаленной ткани Если речь идет о биоптатах, то, как правило, это довольно легко соблюдается Если мы говорим о маленьких, об эндоскопических, либо пункционных биоптатах Но как только речь заходит уже об эксцизиях или резекциях То мы уже получаем вот такие вот образцы То есть вот, пожалуйста, флакон у нас, который завинчен крышкой Здесь, конечно, хорошо, если один к одному у нас есть соотношение К тому же мы видим, что этот лимфоузел удален с довольно большим количеством перинодальной жировой клетчатки А жир очень хорошо растворяется в формалине и снижает его концентрацию То есть в таком объеме, в этой жидкости концентрация формалина Она очень далека от 10%, которые необходимы для адекватной фиксации Если вы обратите внимание, то кончик лимфоузла торчит из жидкости Это вообще недопустимая ситуация И это одна из основных причин, почему мы уже в последующем сталкиваемся И с неадекватной интерпретацией морфологических изменений И с неадекватной интерпретацией иммуногистохимии И с низким качеством иммуногистохимии, потому что зачастую это все определяется на этапе фиксации В общем, это то же самое, что физерствором практически залить, это безобразие Ну и мое любимое, это вот коробочка из-под бахил Да, это коробочка из-под бахил На самом деле мы не знаем, это не медицинский пластик Мы не знаем состав, мы не знаем, как он взаимодействует с формалином Насколько он инертен к нему и какие будут последствия Помимо того, что в таком контейнере трудно соблюсти соотношение Объема фиксируемой жидкости к объему фиксируемой ткани Следующий слайд, пожалуйста И после того, как мы прошли этот довольно длинный путь на самом деле На который врач-морфолог, как правило, не может повлиять Это в большей степени ответственность того персонала, который занимается забором материала Мы переходим уже к интерпретации морфологических изменений In general, в широком смысле Следующий слайд, пожалуйста Мы вернемся обратно к нашему примеру Это вот молодой человек, его паховый лимфатический узел Это несколько, это другой фрагмент Мы видим, он более клеточный Здесь больше лимфоидного инфильтрата Но тем не менее, все равно есть такие розовые прослойки фиброзной ткани Некоторые из них, как в правой части микропрепарата Создают такую кальцевидную форму И эти изменения были расценены в том числе как кальцевидный фиброз Что еще в большей степени склонило, видимо, морфолога К потенциальному диагнозу наличия здесь лимфомы Ходжкина Хотя, возможно, если бы мы сосредоточились на том, что это паховый лимфоузел Эти изменения были бы интерпретированы несколько иначе Безусловно, с оценкой клеточного состава вот этих вот лимфоидных инфильтратов Которые находятся между фиброзными тяжами Следующий слайд, пожалуйста Это, в общем, один из примеров Потому что, не зная контекста, не зная клиники Не зная локализации лимфатического узла Мы зачастую можем интерпретировать картину, исходя из той информации, какая у нас есть Если у нас есть информация, что у пациента лимфома И больше ничего нам не известно Мы, конечно, будем искать лимфому И зачастую кто ищет, тот найдет Но не всегда она там есть Потому что реактивные изменения в лимфоидной ткани бывают очень флоридными Очень яркими, очень пролиферативно активными Очень страшными с точки зрения морфологии Хороший очень пример этого – это инфекционный мононуклеоз Инфекционный мононуклеоз очень часто морфологи путают с лимфомами Там очень большое количество иммунобластов Очень высокая пролиферативная активность И если у нас нет клинического контекста Особенно если, скажем, у пациента возраст выходит за рамки стандартного для этой патологии То тут, в общем, не мудрено, так сказать, и лимфому залепить И, к сожалению, следующий этап, который должен был бы помочь нам В том числе в ситуациях дифференциального диагноза реактивных и опухолевых процессов Это дополнительные методы исследования Но в лимфомах это так не работает, как, скажем, в карциномах Хотя и в карциномах довольно ограничено использование ИГХ В плане диагноза между реактивными и истинно-опухолевыми изменениями Но с лимфомами все еще несколько сложнее Потому что помимо, следующий слайд, пожалуйста Собственно, популяции опухолевых клеток Очень часто в лимфомах мы имеем в разной степени выраженности фоновый инфильтрат И фоновый инфильтрат может быть выражен в значительной мере Он может маскировать опухоль И таким образом оценка результатов ИГХ дополнительно усложняется Потому что мы должны выполнить так называемую колокализацию То есть определить, в каком именно из компонентов Мы определяем экспрессию того или иного маркера Это опухолевый компонент, либо это реактивный инфильтрат Это не всегда просто Но чаще мы сталкиваемся вот с такими вот примерами Опять же, это, как правило, следствие в первую очередь обработки материала Во вторую очередь, это, пожалуй, результат отработки протокола самого ИГХ Окрашивания в пределах каждой конкретной лаборатории Это экспрессия CD20 Это верхние микропрепараты Это все тот же наш пример из пахового лимфатического узла Вы видите, что здесь что-то сереется на фоне синенького Это нормальные реактивные B-лимфоциты Которые, в принципе, должны бы экспрессироваться так же ярко Как они экспрессируются на нижней микрофотографии То есть здесь очень низкая интенсивность реакции Которую очень тяжело оценивать Мы не можем оценить ее в разных компонентах В разных отделах В синусе она, в фолликуле, парафолликулярно Это очень тяжело Почему мы думаем, я лично думаю, что это именно низкая интенсивность реакции Потому что в любом лимфатическом узле Который здесь явно не замещен тотально опухолью Должны быть реактивные B-лимфоциты Реактивные B-лимфоциты, хотя бы один Он должен быть очень ярко окрашенный Это один из подводных камней Когда люди работают в своей лаборатории Знают, как работает их протокол Но не всегда очень внимательно относятся к оценке Хотя бы внутреннего позитивного контроля В лимфомах он гораздо чаще присутствует То есть нет необходимости иметь внешнюю контрольную ткань Если у вас нет ни одного B-лимфоцита в лимфоузле Который не выглядит тотально замещенным диффузной опухолью Значит, это проблема с протоколом Значит, это низкая интенсивность реакции Значит, вы не можете оценивать этот маркер адекватно Вы не можете его интерпретировать Как опухоль с низким уровнем экспрессии CD20 Потому что есть лимфомы, у которых сниженная экспрессия B-клеточной программы Либо сниженная экспрессия CD20 Они в норме, эти опухолевые условно Имеют более не такую интенсивную окраску Как фоновые B-лимфоциты Скажем, хронический лимфолейкоз зачастую Умеет менее яркую экспрессию CD20 То есть этот маркер не может быть диагностическим В данном контексте Следующий слайд, пожалуйста Вот опять же, это, собственно, все тот же наш молодой человек Это экспрессия CD30 И эта реакция оценена, была как позитивная в отдельных клетках И пациент был расценен с учетом морфологической картины И с учетом иммуногистохимии И был расценен как классическая лимфома Ходжкина На самом деле, вы видите, как в Ходжкине должно краситься CD30 На картинке справа Это должна быть мембранная экспрессия Зачастую с такой яркой точной экспрессией В зоне аппарата Гольджа парануклеарной CD30 просто не специфический маркер Он может красить реактивно активированные клетки Кроме того, внутренним позитивным контролем для CD30 Для большинства антител являются плазматические клетки Но там экспрессия цитоплазматическая В данном контексте что мы могли бы подумать? Мы могли бы подумать, что, опять же, это просто низкая интенсивность реакции Это действительно истинное окрашивание Но для этого мы должны оценить морфологию тех клеток Которые экспрессируют этот маркер Это раз Ни одна из этих клеток не имеет морфологии клетки Ходжкина И во всех этих клетках, несмотря на низкую интенсивность экспрессии Она все-таки цитоплазматическая Нет ни одной клетки с мембранной экспрессией То есть это такие нюансы, которые позволяют оценить качество реакции В пределах лаборатории Оценить качество реакции в конкретном случае И должны, в общем, учитываться при интерпретации результатов экспрессии Поэтому зачастую, к сожалению, в некоторых лабораториях иммуногистохимия Приводит, наоборот, к повышению количества ложнопозитивных случаев В плане диагностики лимфом То есть она не помогает, а мешает И здесь это не просто вопрос фиксации при аналитике Вопрос исполнения самой методики Но и вопрос интерпретации очень во многом Следующий слайд, пожалуйста Ну и как бы чтобы суммировать вот все то, о чем я говорила Можно представить оборот материала И до, и после того, что происходит в патоломатомической лаборатории В виде вот такого вот круга И круг этот можно поделить на правую и левую часть Если вы обратите внимание, то вот его левая часть Которая, собственно, сопряжена с назначением, с определением показаний для биопсии С выбором места, варианта забора биопсии Маркировкой, транспортировкой Это та часть, которая таит в себе гораздо большее количество ошибок И гораздо больше риск для пациента Опять же мы говорили о том, что это какие-то простые вещи, элементарные вещи Это не о высоком, это о низком, если не сказать о низменном Но, тем не менее, это то, что определяет все, что находится справа И маркировка, как уже Илья Сергеевич говорил Безусловно, играет в этом далеко не последнюю роль И зачастую мы действительно материал, который приходит к нам на повторный анализ Не можем идентифицировать Мы не имеем никакой информации об оригинальном исследовании И никакого документа, где бы фамилия пациента Фигурировала в одном ряду с номерами, которые имеются на препаратах или на блоках И нередки случаи, когда маркировка стекол отличается от маркировки блоков Это, опять же, тоже приводит к необходимости каких-то дополнительных исследований и выяснений Ну, дальше, безусловно, есть целый ряд сложностей Которые занимают фазу аналитики, фазу постановки каких-то стандартных окрасок Дополнительных окрасок, интерпретация, как я уже говорила И следующий этап, который тоже, на мой взгляд, таит в себе немало проблем Это интерпретация морфологического заключения уже врачами И имплементация этой информации в дальнейшую судьбу пациента К сожалению, тут тоже есть ряд сложностей Потому что в нашей стране нет унифицированной терминологии Нет принятой в стране классификации Нет принятого в стране перевода нозологических единиц Это нередко порождает тоже ряд проблем Которые могли бы быть легко решены путем элементарной коммуникации Поэтому я призываю общаться Если есть вопросы, задавайте вопросы Спасибо большое за внимание Спасибо большое за внимание Продолжение следует...